Набережная Ялта Вот этот удивительный мотив Конечно, романтизм этих яхточек Ну просто великолепен Тихая вечерняя погода Единственное, что яхты вроде как сложная задача Но давайте посмотрим, насколько она будет сложной И как можно упростить задачи с яхтами Прямо в процессе работы мы это постараемся сделать То есть упростить сложную задачу Погода за яхтами там будет вечереть Небо станет постепенно красноватого цвета Ну поскольку голубой останется в небе То мы сейчас можем все накрыть голубым А дальше уже развивать тему Мы опять смочим холст Как мы это часто делали Замешаем на палитре Голубой цвет, который там изобилует В фоновом пятне Голубой можно плюс Плюс ультрамарин Много краски нас не очень устраивает Сегодняшняя задача Поскольку нам нужно много рисунка будет сделать Поэтому мы пока возьмем тряпку Сделаем из нее вот такую фигушку И вот этой тряпкой Уложим Уложим идею моря и дальника Тряпка обладает большим кроющим Большой кроющей способностью И количество краски Которая оставляет тряпка на холсте Незначительное Такое количество Которое будет легко Обслуживаться Вот этими линейными Вот этими линейками То есть нам нужно положить столько краски Чтобы когда мы будем чертежечек рисовать Чтобы он не создавал борозд лишних Чтобы легко было поправить Какой-то кусок Неточный, если он будет неточным И вы видите Даже сама полосатость укладки Уже дает настроение Море У меня как у любого мужчины Мера сухости краски на холсте То есть сухости Или увлажненности Тоже благополучно Именно От укладки тряпкой Тряпка выбирает в себя лишнее вещество Лишнюю мокроту Оставляет нужное количество И качество сухости Поскольку небочка уже немножечко Розовит Вгоним сюда Кадмий красный светлый И немножечко Желтенького Которое едва светлее Чем Чем само море Происходит Мастихином Можно сделать первый набросок Рисунка Который предстоит Нарисовать Вы видите Поправить это очень легко То есть в случае необходимости Легко поправить рисунок Делая таким образом Мастихин Прекрасный рисовальщик И дальний планчик С его содержанием Тоже можно сделать мастихином Единственное Что не поставим В самую середину А чуть-чуть Отступим от середины Несмотря на то Что к углу К этому носу корабля Маяк Как раз просится В середину холста Но неприлично Ставить В середину И мы Чуть-чуть Даем в сторону Хочется еще И переднюю И ближнюю к нам яхту Ее спинку Вложить в картину Опять же напоминаю Что пока рисунок делается Вот такой резьбой Его очень легко поправить Его очень легко восстановить Вернее восстановить тишину Небо Море Яхта у нас С красным бортом Мы возьмем красный Коричневый Синий В пользу красного И коричневого И будет мощная Темная краснота Бордовая Как там и есть Вода Отражение В воде От лодки Зеленая И это будет Красивое сочетание Зеленого с красным Классическое сочетание Кисть у нас была Испачкана красным Поэтому Красный тоже вошел В состав зеленого Но тем не менее Это уже зеленый Несколько голубит Этот зеленый То есть при том Что отражение должно бы Было бы Тоже быть красным Но на самом деле Очевидно оно Зеленовато-синеватое На воде Синие-зеленые Теневые И мы прямо Чирками Кисти Укладываем их Основные пятна Яхты И внутренние части Наружние Наберем Наберем По форме Стараемся по форме набирать Их укладки То есть если в данном случае Горизонтальная плоскость По горизонтали укладываем Если здесь хламничек То укладываем как хламничек Но не только хламничек Здесь еще конструктивен Вход И панель И дальняя панель Они По вертикали Мастихином Можно Растоптать Расштриховать Борт лодки И даже Донаполнить И ее Темностью Штрихуя ее По направлению По направлению Той плоскости Которой она является Мы даем Настроение Ухода Туда Под воду Плюс полосочка Снизу Декоративная Или Ватерлиния Не знаю Что это Здесь тоже можно Стеклянную Эту стеклянную Часть Выштриховать До глянцевого состояния В отличие от Этой лодки Которая В тени Она в контражуре К свету Свет Отсюда заходит И бьет только По макушкам И по этим Частям Здесь лодка Вполне освещена И мы прямо Берем Белый Можно Вместе С теплинкой Оранжевого Уложить Верхнюю Плоскость Опять же По Плоскости По плоскости Укладываем И это Тоже Задает Внятный Характер Предмета Довverts Здесь Внятные И Внятные И Внятные Внятные И С теплыми Это С тепло С тепло Веден Несколько освещен нос этого корабля. Он освещен только несколько, но можно усилить это настроение, поскольку оно касается голубого и появляется красивая тепло-холодность вот этой части. Ну и к тому же всегда красиво, свет красив из-под теневой. Даже может быть усилим это впечатление. Хотя там этого нет, но стоит это показать из-под теневой свет. Белый в данном случае молочный, но мы знаем, что белый в тени в солнечный день сиреневит. Поэтому к нашему сиреневому, который мы обычно используем, белый в тени, мы добавим немного коричневого и он станет более молочного цвета. Белый в тени, несколько сиреневит. Но мы добавляем здесь немножко коричневого для того, чтобы молочный цвет выразить, белого. Вы видите, густыми мазками. Прямо пластилином краски. Укладываем эти плоскости. Дальний план. Хотя бы припачкаем. Может быть еще не прорисуем, но припачкаем и его содержание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Немножко желтости, коричневости, розовости. И ржавости корабликов, которые там замусорили подход к маяку. Ну, в красивом смысле замусорили. Вы видите, резьба с мастихином тоже уместна. И можно ею делать ровные линии удобно. Редактор субтитров А.Семкин Вы видите, что я лежачую кисть задействую, лежачую к холсту. Лежачей кистью удобно вырисовывать и укладывать не только удобно, но и более ровно, более точно и более художественно кладет лежачая кисть. Теперь, когда стало ясно... Когда прояснилась архитектура нашего яхточки, мы дополним ее линиями, чтобы они создали определенное настроение. Краски на холсте немного, поэтому только сильно боковой свет оттеняет эту борозду. А вы помните, мы сознательно уложили немного краски в дальник, чтобы эти резьбы не были слишком активными. Чтобы поправить место, допустим, где мы заступили, можно вытереть краску и на ее место даже пальцем вернуть идею моря. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите, что вытворяет мастихин, с какой легкостью он решает задачу чертежа... Вот этого яхтенного чертежика. Потом вдоль этих бороздочек можно пройтись еще и кисти. Но это мы потом уже сделаем. А сейчас мы пока продолжаем наполнять крупные массы. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите, как капризна погода. Только что солнце все освещало, все, что мы хотели порисовать. И вот уже солнце зашло. Мало того, явно усилился свет... свет за морем, этот закатный светик. Ну, на него мы рассчитывали, поэтому его добавляем. Опять же, невзирая на те резьбы, которые мы совершили. Тепленькая даль неба. Это у нас кадмий красный и немножко желтого. Редактор субтитров. Продолжение следует... К сожалению, солнце хорошенечко спряталось и явно не рассчитывает выйти. Но мы помним оранжевый характер вот этой архитектуры. Оранжевый характер. И уже несколько по памяти работаем. Вы видите, мастихин моделировательно укладывает краску. Просто макательно, моделировательно. Продолжение следует... Там есть несколько корабликов, которые чуть в стороне. Но мы их прибавим ближе к маячку, чтобы это было интереснее. Ребро мастихина дает... Вполне интересные резьбы, которые напоминают вот эти портовые... И лодочные сооружения. И лодочные сооружения. И лодочные сады... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отражение... Будет у нас вертикальным, как обычно И вы видите сразу... Отражение было, сейчас его не видно, но оно было И мы его демонстрируем Буквально пальцем Прогоняя краску вниз Продолжение следует... Продолжение следует... Сиреневатость теней Вы видите... Это завсегдаты теневых солнечный день А ситуация у нас была солнечная Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите... Вы видите... Мастихин... Не знаю... Камера сейчас может и не увидеть это... Но вырезает... Вырезает окошечки... Не обязательно их... Порисовывать... Кистью... Можно просто... Вырезать маленькое... Такое... Маленькое... Окошечко... С кончиком... Мастихина... Мастихин... Продолжение следует... Открыть... Наши мастихи... Окошечкиุ... Мутноватые отражения, вы видите, с отражением сразу повеселела история. А если мы теперь возьмем голубенький цвет, цвет моря, и немножко ребром мастихина порубим это дело, то у нас начнет формироваться идея плоскости моря и идея колебаний на море. То есть мы буквально ребром мастихина вот такими, даже не лодочными, а ровными, поскольку вода стоячая, укладываем идею ряби. Ряби и горизонтали. И продолжим это вдаль туда. Немножко с ультрамарином покажем линию горизонта. Сухонький творожистый мазок. Дает ощущение, дает ощущение рябости воды. Вот этой ряби на воде сухонький творожистый мазок. Немножко преувеличим деревца. Немножко преувеличим деревца. По линию касания воды и... И пирса усилили или уточнили подрезов мастихином. Вы видите, я не делаю активности, контрастности особенной для того, чтобы вся контрастность произошла на переднем плане и чтобы передний план вышел к нам. А дальничек у меня чуть потише, не контрастен. Сейчас я в моречко уложу немножко желтоватый свет, который отсюда дает отблески на колеблемую воду. То есть волна, которая к нам, она голубит, волна, которая отражает свет, преломляет свет. То есть вот эта часть волны дает вот такие звуки. И эти звуки в том числе прямо здесь выстроились. То есть вдали они тоненькие, мелкие. Я к голубому добавил желтенького и кадмий красный. Где-то ребром мастихина, как и прежде. Где-то более раздавливая краску. Рауinse семстр Nombrero Восхивать Наорд automatic Восхemetery Жнее Восхuft Рау directors Восхлюд燈 Рау collar Рау Наорд Жхе поскольку солнце уже не выйдет это уже стало понятно туча там большая которая заслоняет вот тому же делаем кораблик в полной мере в контражуре то есть темным по отношению к той светлости воды и внятно его выделяем одно из очень вкусных мест это вот эти змейки на воде вот эти змеечки то есть мы мастихином буквально укладываем змейкообразные змейкообразные я немножко заслоняю рукой но мы это делали в других фильмах я думаю что вы сможете посмотреть как змейко укладки как змейку уложить сейчас краснота носа нашей яхты дала именно красный в отражение а до сих пор не было этого красного но меняется освещение и меняются цветовые появляются цветовые новости но с корабля яхты стал сет в нем отражается сейчас в его панелях отражается моречка и он почти почти потерял свой цвет и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... То есть больше этого света здесь нет, и мы его уберем, чтобы дать правдивость нынешней ситуации цветовой и световой. То есть теперь лодка темная по отношению к воде, внятно. Ну... Продолжение следует... 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 Не знаю, как называется это у корабликов, но там обычно это есть. И нам это выгодно, что они там есть, мы их показываем. И от них... Отражение, отражение и тень. Продолжение следует... Резьбой мастихина выразим вход. Продолжение следует... Продолжение следует... Очень выгодное вот это пятно нам. Собранный парус. Для того, чтобы его несколько материализовать, тоже положим густой краской мастихином. Это грязноватый коричневый. Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите, пластилин краски выразителен. Он сразу отнимает пятно от дальнего плана своей густотой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, я густоты краски сюда добавил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Свернутый парус на передней части корабля. И вот уже показываем. Синит теневая с левой стороны. И вот сейчас у нас есть возможность порисовать линейный рисунок. Яхты, который сразу выдаст нам многие красивые места. Лежачая кисть раздает чертеж. Лежачая кисть. Обратите внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Несмотря на то, что не все линии точны Но характер их укладки, вы видите, лежачая кисть и Субтитры создавал DimaTorzok Свободное как бы падение кисти Свободное падение И с каждым новым С каждым новым Прутиком Или Веревочкой Оно становится Все интереснее и интереснее Плюс есть еще Вот такие звуки Как бы точечки Точечки Креплений Можно Можно Сознательно Кисть Раздавить Чтоб она стала Плоской Взять Совсем немного Краски Ну то есть На самый кончик Кладем Кладем На холст И вытягиваем Либо Свободное падение Либо Вот такой Резкий Выход Наверх А тут даже Красненькие Шнурочки Шнурочки Ну вот вы видите что с каждым Новым Новая полосочка Она становится все богаче И интереснее На холст Шнурочной даже некоторая неточность она не портит общее впечатление и вы видите кисть действительно как бы свободном падении находится когда укладывает линию змеечка у нас вторая яхта за первой и можно и ее набрать и у той дальней яхточки тоже проводов напустить и может быть даже носик еще одного корабля еще одного еще одной яхточки а а а Продолжение следует... Мы продолжаем наполнять содержанием пейзаж. Продолжение следует... Вы видите, я откровенную синьку немножко припачкал фиолетовинкой, чтобы не было такой раскрашенности, ну, чтобы не было чистого цвета, потому что в природе на пленере редко бывает прямо чистый цвет. Продолжение следует... Трап ведет на лодку деревянный. Толщина трапа. Перегородки. И становится понятно, что это за предмет. Толщина трапа. Субтитры делал DimaTorzok Много всяких мелких предметов находится на яхтах. Не обязательно каждый предмет срисовывать в подробности, но некоторые подробности стоит немножко порисовать. Идея этюда подразумевает некоторый условный характер точностей, поэтому, если совсем точно не происходит, это не страшно. Главное, чтобы настроение произошло в картине, цветовая завязка. Если захочется уточнять, можно это сделать в домашних условиях, сфотографировав пейзаж. Змейка канатов. Замечку. 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 И тоже несколько. вот этих длинненьких канатиков. Вы видите, поскольку здесь периферия картины, уже не так старательно можно вырисовывать. Очень здорово звучат бликующие места на металле, всякого рода бликующие. Музыка. Музыка. Продолжение следует... 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 Вы видите, что с каждой полосочкой становится богаче и интереснее. Продолжение следует... 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 Создает напряжение цветовое... А я как-то увлекся и уже его... Не разглядел... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... И еще замечательно... Подсказал коллега, который... Который проходил... Что здесь чуть-чуть быть теплоты... Подсунуть... И я ее... Коричневый... С розовым смешаю... И подложу... Нужна она здесь... И она действительно дает... И передний план... Своей теплостью... И темностью... Ну и на этом... Мы закончим... Сегодняшний мастер-класс... Я приглашаю всех... В Ялту... ! И. У�б Ivку... Подпивай! Và смешно ли я... День. Продолжение следует... Понусите мнеерно хорошо... По сути! Саялта-класс! Элта-класс! Саялта-класс! Так как я слышал...